Спрашивают, что там с Поворознюком. Ну, давайте, Дмитрий, что там с Поворознюком? С Поворознюком все очень плохо. Все настолько плохо, что я думаю, что он уже потихоньку двинулся мозгами, если не у него когда-нибудь были. Потому что этот мудила, это быдло настоящее из 90-х годов, компрометирует вообще всю идею обороны Украины, идею благородства, идею военных. Ну, как эта скотина могла, как она могла, купив себе звание какого-то казачьего генерала, нарисовать свой портрет в погонах генеральских, в форме, сфотографироваться во время войны на фоне этого портрета, чтобы все это видели. Но это мыслимо, люди кровь проливают на фронтах, а эта скотина тупая фотографируется в генеральской форме, не являясь генералом. Потом он записывает видео, после того, как я в инстаграме выложил это фото, и говорит, а я генерал казачьих вийск. Он пытается разговаривать, он так знает украинскую мову, як туземцы на Папуановой Гвинеи. Он говорит, оце було в январе, оце було в феврале, в декабре. Такой, настоящий щири украинец. Пародия, чистая пародия, безобразная, наглая, такое быдло, просто быдло. Я, вы знаете, мы сейчас проводим большое журналистское расследование, мы перекопали всю его жизнь, от рождения и до. Это будет очень интересно. Я просто, пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, кто хорошо лично знает Поворознюка Александра. Кто, может быть, пострадал от его рейдерских захватов земли? Кто с ним сидел в тюрьме? Кто с ним сталкивался в других нестандартных ситуациях? Пожалуйста, в личку отправляйте мне все, все свои воспоминания, теплые сюжеты о Поворознюке в Инстаграм. Еще раз в личку, в Инстаграм. Это нам все пригодится, мы собираем, все делаем красиво. Он еще потвора такая, он компрометирует президента. Он начинает зализывать его до неприличного состояния. В офисе уже президента раздражены его поведением тем, что он себя приравнивает к президенту. Он все время о нем говорит, чтобы у людей создалось впечатление, что президент его крыша, что они там друзья и так далее. Ну, мелкий, неумный, гадкий подонок такой, еще и лгун. То есть, я чего, собственно, на него возбудился? Это не свойственно мне на кого-либо возбуждаться. Я возбудился на вранье, когда человек с такой ряхой выходит в эфир в военной форме, не будучи военным, не стоя рядом с военными даже. И начинает рассказывать, что я являюсь обладателем квартиры в Москве, агентом ФСБ. Ну, конечно, у меня желание его наказать. Нельзя так врать, безбожно. Это бессовестная история, потому что найдутся наверняка люди, которые могут в эту ахинею поверить. Ну, это все равно, что я скажу, что он, я не знаю. Ну, да ладно, не буду ничего говорить, это недостойно даже меня. Вот, поэтому эта жаба получит по заслугам, чтобы другим жабам было неповадно. Я на нем отработаю схему. Поэтому, когда следующая жаба высунется, следующая жаба получит по голове. Просто он у меня поворознюк, он у меня подопытный кролик. Вот, там следующий еще есть, его защитник нашелся. Никто же не хочет с ним садиться на одном метре рядом, чтобы тень от этой зловонной личности не падала на нормальных людей. Нашелся один защитник, Сережа Лещенко, бывший журналист, ныне железнодорожник. Вот, Сережа Лещенко, этот минетчик, я его тоже хочу предупредить, чтобы он там думал постоянно о том, что он несет своим грязным, вонючим ртом. Пользуясь случаем эту минетную рожу, предупреждаю.